Грохот, петард, салютов и фейерверков уже скоро в каждом дворе всех казахстанских городов. Стоит ли рисковать ради минутного удовольствия? Выброс в воздух, в окружающую среду, твердых вот этих частиц, да, пара и дыма, может привести к обострению хронических заболеваний у людей, которые имеют проблемы с органами дыхания, то есть хронические болезни у легких. Люди по-прежнему хотят смотреть на разноцветные искры на земле и в небе. Несмотря на то, что в травмпунктах страны в новогоднюю ночь целые очереди пострадавших. К нам часто обращаются 31 декабря, 1 января пациенты, как взрослые, так и дети. Они получают травмы, ожоги. Это не только опасно для жизни, но и вредно для окружающей среды. Любители ярких огненных шоу не задумываются о последствиях. Пиротехника – мощный источник загрязнения экологии. Плюс вот эти остатки, опять же, полиэтилена и прочего могут съесть, опять же, животные. Если вы видели в Алмате вот ужасный случай с Борисом, да, снежным барсом был. Он умер, его вскрыли, он вышел сам к людям, вскрыли, и оказалось, что он съел полиэтиленовый пакет и от этого умер. А у нас снежные барсы занесены в красную книгу. Действительно ли свистящие и блестящие огни вызывают потрясение у птиц и животных? Почему не вводят запрет на пиротехнику? Существует ли безопасная альтернатива салютам и фейерверкам? Включаем экологику и пытаемся разобраться. Праздники давно ассоциируются с красочными огнями фейерверков, римских свечей, хлопками петарты и искрами бенгальских огней. Это привычное развлечение для детей и взрослых по всему миру. Салютами сопровождают свадьбы, дни рождения, городские мероприятия, концерты, фестивали и спортивные события. Да, световые шоу обычно непродолжительные, но они оказывают серьезное негативное воздействие на атмосферу и здоровье человека. Небольшие взрывы, может быть, не такой большой урон, но в целом, если на Новый год, на другие праздники, их же достаточно точек много, кто хочет взорвать, поэтому в совокупности тоже вред оказывается большой. Здесь, конечно, есть большой вред и в масштабных фейерверках, опять же, на Новый год тоже делается, на другие праздники, День города, День победы, уже профессиональная пиротехника, профессиональные вот эти фейерверки. Это тоже, на самом деле, очень большой вред, оказывается, экологии. В Казахстане ежегодно говорят про ужесточение мер контроля за пиротехникой, постоянно проводят рейды, изымают продукцию, штрафуют нелегальных продавцов. Но все это ради безопасности граждан. Вред экологии от праздничных салютов официально не признают. Вредные выбросы есть, но они незначительные, говорят в профильном ведомстве. Это может быть и кальций, и стронций, и другие, как медь, металлы, которые после взрыва, они оседают в почву, может быть, и в растении аккумулируются, да, там, и может быть, оседают на водоем. Ученые говорят, алюминий, который придают салюту бриллиантово-белый цвет, провоцирует дерматиты и скапливается в организме, нарушает функционирование нервной системы. За зеленый цвет отвечает нитрат бария, который пагубно влияет на дыхательные пути, раздражая их. В первую очередь это очень травмоопасная ситуация, скажем так. Это подтвердят мои коллеги-офтальмологи, мои коллеги-комбустеологи, те, кто занимается ожогами и травмами глаза непосредственно. Это одна ситуация, сторона медали, скажем так. Второй момент. Выброс воздуха в окружающую среду твердых вот этих частиц, да, пара и дыма, может привести к обострению хронических заболеваний у людей, которые имеют проблемы с органами дыхания, то есть хронические болезни легких, скажем, назовем их так. Это бронхиальный астм, махобл, хронические ситуации, такие как бронхоэктазы и так далее. То есть это может спровоцировать обострение. Смесь сульфида гарантирует сверкание, но его испарение токсичны и считается вероятным канцерогеном. К тому же соединение меди, это голубая окраска, провоцирует онкологические заболевания. Если, скажем так, будет чрезмерный контакт с этим пылью, дымом и твердыми частицами, это может привести к ситуации, связанной с острым повреждением легких непосредственно. То есть такие ситуации бывают, они, правда, единичные пока, да, но в любом случае риск такой имеется. То есть мое мнение, конечно, такими вещами должен заниматься специалист, профессионал. Ну, очень печально, что эти вещи сейчас доступны просто абсолютно всем. Многие также забывают о вреде мелкодисперсной пыли, которую пиротехника выделяет при сгорании и которая загрязняет воздух в городах до предельно высокого уровня. Но все-таки больше всего страдают глаза. К нам часто обращаются 31 декабря, 1 января. Пациенты, как взрослые, так и дети, они получают травмы, ожоги. И сама петарда, она может установиться неправильно. И далее есть вероятность попадания в глаза, ну, вероятность попадания в глаза имеет очень высокий риск. Особенно это те петарды, которые куплены на базаре, дешевые. Ну, как бы они несут особую опасность. Картина в больницах и травмпунктах 1 января говорит сама за себя. Из-за того, что петарды выстреливают раньше времени или оказываются слишком мощными, ежегодно в отделениях скорой помощи оказываются тысячи человек с ожогами и контузиями. Были такие случаи, когда петарда не срабатывает, фейерверк не срабатывает. И дети подбегают к ней и заглядывают внутрь, смотрят и получают травмы, ожог. И эти травмы, ожоги, они очень сильные. То есть они приводят к потере зрения, вплоть до потери зрения. Это реально, к нам часто очень обращаются на Новый год. Кроме того, после петард на земле остаются картонный пластик. Замусоривание пространства вокруг жилых домов после новогоднего развлечения ухудшает качество городской среды. Вы и сами наверняка наблюдали эту печальную картину утром 1 января. После новогодней ночи от пиротехники остаются горы мусора. К сожалению, наши граждане еще и вот эти все остатки фейерверков и прочее не забирают с собой, не выкидывают в определенные места, а оставляют именно там же, на снегу, в сугробах, в парках и прочее. Это тоже, во-первых, выглядит неэстетично, некрасиво. Но опять же, загрязнение, эстетическое загрязнение. И плюс, там где-то это под снегом, да, там закопается, может быть, сейчас не увидят, не уберут те же горники и службы, да, санитарные. Весь этот токсичный мусор оседает в почве, попадает на растения, заражает животных. Причем не только бродячих, но и диких. Плюс вот эти остатки, опять же, полиэтилена и прочего могут съесть, опять же, животные. Если вы видели в Алмате вот ужасный случай с Борисом, да, снежным барсом был. Он умер, его вскрыли, он вышел сам к людям, вскрыли, и оказалось, что он съел полиэтиленовый пакет и от этого умер. А у нас снежные барсы занесены в Красную книгу. То есть, ну вот какие-то такие последствия, о которых люди, я не говорю, что это делают специально, но просто не задумываются, да, могут там. Когда ребенок взорвал петарду, выкинул, выкинул, да, там, вот эти остатки того же полиэтилена и прочее, он не задумывался, я не говорю, что это сделано там нарочно и прочее. Но вот такие вот необдуманные шаги, они, к сожалению, приводят вот к таким печальным последствиям. В некоторых странах салюты уже давно перестали быть модными. Вместо фейерверков там используют лазеры или голографию. Это абсолютно безопасные для экологии методы создания праздничной атмосферы. Есть уже альтернатива, да, уже есть международный опыт, да, в Европе уже многие отошли от обычных фейерверков, да, Пикард, они переходят на голограммы, те же самые цветовые, вот, лазерные дроны, такие и другие самые хлопушки безобидные, да, они переходят на альтернативу. Тем самым можно, мне кажется, вот каждому осознанно подойти, вот, как украсить свой праздничный, да, создать атмосферу. Следует информировать потребителей об опасностях, связанных с фейерверками, в том числе для окружающей среды. Поскольку новогодний салют является давней традицией, людям будет нелегко изменить свое отношение к такому виду развлечений. Включайте экологику. КОНЕЦ КОНЕЦ